Почему в Великобритании сегодня решили вообще отказаться от использования угля и какое новое эффективное средство против рака испытали в Дании? Об этом в нашем обзоре. Без угля впервые за 135 лет Великобритания в честь Дня Земли провела сутки без электроэнергии для производства которой использовался каменный уголь. Это первый шаг в программе поэтапного отказа от этого полезного ископаемого. Оставить позади эры угля британское правительство планирует до 2025-го. Его больше не выгодно использовать из-за высокого налога на выбросы вредных веществ. Уголь заменит возобновляемые и экологические чистые источники энергии, ветер и солнечный свет. Как бы выглядели и сколько зарабатывали самые известные в мире миллиардеры, будь они женщинами, продемонстрировал бразильский Форбс. С помощью компьютерной графики Марка Цукенберга, Билла Гейтса и Карлоса Слима превратили в Марсию, Билли и Карлу. А с помощью статистики разрыва в оплате труда мужчин и женщин подсчитали, что доходы магнатов упали бы в среднем на 20% и мужчины оказались бы ниже в списке самых богатых людей. Таким образом, издание пытается привлечь внимание к проблеме гендерной дискриминации в оплате труда. Авиакомпания American Airlines временно отстранила от работы сотрудника, который ударил женщину с ребенком и угрожал пассажирам из-за коляски в салоне самолета. По словам очевидцев, Стюарт грубо отобрал коляску матери. Другие пассажиры вступились за пострадавших. В итоге, чтобы загладить конфликт, их перевели в первый класс. Видеоконфликта, снятая на мобильной, попала в сеть и вызвала бурю негодования интернет-пользователей. Стюарт в итоге поплатился работой. В Дании успешно испытали новый метод противораковой терапии. Выжили 8 из 10 подопытных мышей. Методика датчан может помочь онкобольным, для которых неэффективно стандартное лечение химиопрепаратами. Ученым удалось остановить рост опухолей мочевого пузыря, устойчивых к химиотерапии. Теперь врачи выясняют, можно ли с помощью нового лекарства замедлить развитие других видов рака. И рассматривают возможность проведения испытаний на людях. Легендарному актеру и режиссеру Джеку Николсону исполнилось 80 лет. Вечно лысеющий, с гнусавым произношением, гений сумасшествия, человек-эпоха, живой символ кино. За свою кинокарьеру снялся более чем в 70 фильмах, пролетая над «Гнездом кукушки», «Китайский квартал», «Сияние». Он был номинирован на «Оскар» 12 раз и получал эту награду трижды. Обладатель семи золотых глобусов. Вопреки почтенному возрасту, Николсон и сейчас берется за работу, правда, только если считает сценарий стоящим. Как празднует звезда юбилей и кто уже успел поздравить легенду, неизвестно, Николсон не пожелал поделиться с поклонниками подобной информации. Субтитры создавал DimaTorzok